Бабушка Лида, здравствуйте. Вы уже нас здесь встречаете. Я так соскучиваюсь. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Бабушка Лида все лучше и лучше ходит. Вы присядьте, чтоб не стоять. А, бабушка Лида, вы же просили порошок? Ой, спасибо. А здесь набор парфюмированные. Там мыло, мочалка, шампунь, гель такой. Яночка, ты знаешь, что я тебе так ловляю? И продуктовую набор. Пиши меня вот, ой, так бы ты эту досточку не показывал. Вот эту? Да. Она мне тоже мешает, но без нее никак. Я же все дни не знала, как вас отблагодарить. Не надо. Руки дрожат. Знаешь, такого вам никто не подарит. Да вы что? Никто. Моя ты хорошая. Я уже думала, нету Яночки. Нет. Моя ты миленькая. Просто ручечки не работали. А я вам вот написала благодарность. Ух ты. Моими словами, своей от души. Мои вы хорошие. Бабушка Лид, это самое лучшее, что вы могли сделать. Так, а я знаю, я знаю, но просто я не могла писать, моя хорошая. Вот вы присядьте, присядьте, не стоите. Мне тяжело стоять. Конечно, присядьте. Яночка, это уже с того дня, как я тебя встретила. Да? Да. Ну, не могла. Вот послушайте все, послушайте. Пусть всегда над вами будет небо голубым и чистым. Пусть будут мирными закаты и прекрасные рассветы. Живите долго, счастливо на нашей праведной земле и принимайте с Мариуполя сердечные приветы. Все случилось так внезапно, неожиданно. Был страшный гул, свист пуль и дым пожарищ. Казалось, что не выдержать, не выжить, а пришлось. И теперь перед глазами остава разбитых сгалищ. И что случилось? И что оставили одних без помощи, без поддержки? И стар, и младь. Спасали кто как мог в сырых подвалах и в домах, в убежищах. Тут миг никто и никому не мог помочь. И вдруг прошла молва. На улице сгоревшей к нам с востока помощь подошла. Бежали кто как мог за хлебом, за словом добрым, за участием. Мне не пришлось дойти. Вдруг худенькая девочка остановила на пути. Сплошная доброта и руку помощи внезапно подала. Заговорила. И сама поддержку и пакет мне принесла. Спасибо, Яна, и тебе, твоим друзьям и добрым людям. За хлеб, за соль, за добрые слова. И со слезами все благодарили. И чтоб не перепутала молва. Нам с востока протянули руку. Помогли мне, брат, сестра, родной народ. Будь прокляты все те, кто наш народ славян поссорив, вздумав. Ведь связаны друг с другом на века. Спасибо, милые, родные, за поддержку, помощь. За вовремя подставленное нам плечо. И никогда, и никому нас не поссорить. И любим мы друг друга верно, горячо. Пришла домой, где все разрушено, и слезы градом льются. За то, что помнят нас, что появилась надежда, что несмотря на горе, на нужду, мы снова видим свет, свою мечту. И в этот миг вроде не так были страшны подвалы. И трель врага из автоматов дверей. Ведь несмотря на горе, на невзгоды, свободно задышали. Смотрим веселей. Сейчас один вопрос. И ни одну меня он мучает. За что? За какие прогрешения, такие наказания. Ведь детство у нас было голодное, босое. И вновь опять на старости такие испытания. Хотя все знаем мы. Тогда был враг. И гнали миром всем неистово. Отстраивали все, чтобы по-новому нам жить. А нет, правителям все мало, все неистово. А нам так мало надо. Любить народ свой и страну родную. Просто жить. Вот, Яночка, поэтому я благодарю тебя, твоих друзей и всех добрых людей, кто принял помощь и участие. Живите все вы с миром долго-долго и будьте счастливы все и здоровы. Хлеб, испеченный вашими руками, пахнет лаской, миром и добром. Никто нас не поссорить. Как бы ни стараться, мы были, есть и будем один единственный народ. Бабушка Лит, какие вы молодцы. Это вам. Это вам всем. От меня. Спасибо вам большое. На память. Хоть я большего не могу. Это очень много, Бабушка Лит. Это очень много. Это так от души. Так вот моего сердца. Я это сохраню, Бабушка Лит. Днями и ночами я вот для вас готовила эти слова. Спасибо. Молодцы, Бабушка Лит, вы молодцы. Спасибо, родненький. Что-то вам тогда занесем чуть-чуть набор. Спасибо. Приезжайте ко мне. Приезжайте всегда просто так в гости. Мы к вам всегда приезжаем, когда здесь. Да, потому что он тяжелый. И вот это. Бабушка Лит, вам лекарства какие-то надо? Да нет, мне привезли соседки лекарства. Все, спасибо. Как ваше здоровье? Как вы там? Хорошо. Как у вас дела? Да ничего, вон сижу на Скиштополе. Сижу на Скиштополе. Переживаем, Яночка, за окна. Наверное, нам ни газу не дадут, ничего. Бабушка Лит, не дадут, я вас вывезу. Мы все больше об этом думаем. Моя хорошая, у меня никаких подвал большой. Нет, никаких подвалов. Боя ты хорошая. Передашь всем привет, кто принимал участие. Это все скажешь от старой бабушки, от всего сердца. Хорошо, они увидят это ваше... Я тебе дам. Мои там как увидели, я говорю, я им передаю, что все нормально, все это... А они увидели старую бабу. Они правда увидели зато. Правда увидели, да? Бабушка Лит, ну спасибо вам большое. Здоровья вам. А вам? А вам не знаю, какое вам огромное. Ручки не держат. Спасибо, это. Не держат ручки. Бабушка Лит, ну вы получше, да, ходите? Ну, ходите чуть-чуть. Ну, задерживаю, но вы уже не обижайтесь на меня. Нет, нет, все хорошо. Вспоминаю я вас всех добрым словом. Дай вам Бог здоровья. Хорошо. И вам всего хорошего, не болеть? Ну вот, ну вот, надо так вот, понимаешь? Так в жизни складывается, что встречаешь человека на своем пути, и не можешь потом уже забыть. Я думаю, я вас тоже на всю жизнь заполнила. Ой, Яночка, будьте здоровы, мои хорошие. Хорошо. Все. Вот видишь, случайная встреча на пути. Да, да, да. Случайная встреча. А сколько она и добра, и тепла, и радости принесла. Ну, хорошо. Давай. Давай, моя хорошая. Все на столе поставили. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Мои хорошие, привет с вашим друзьям. Будьте здоровы. Хорошо. Будьте здоровы, Яночка. Всего хорошего. До свидания. Привет всем добрым людям. Мы с нетерпением ожидали мира, а наступили еще более тяжелые времена. В связи с этим благотворительные взносы резко упали. Я понимаю страхи и переживания людей, но не могу согласиться с тем, что мы перестанем помогать нашим бабушкам, дедушкам, инвалидам и многодетным семьям. У добра есть свойство возвращаться, и может быть такое, что в трудный час нашей жизни кто-нибудь к нам тоже придет на помощь. Насколько возможно, давайте продолжим поддерживать нуждающихся мариупольцев. Без вас я не смогу это сделать. Вы моя команда. А тем, кто продолжает это делать, огромное, огромное спасибо. Я желаю всем мирного неба над головой. Пусть беда обойдет ваш дом, а на столе будет всегда свежий хлеб. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok